Здравствуйте! Мы ученики 7-го А-класса. Хотим представить вам сказку «Красная шапочка». Жила-бла одна маленькая девочка. Мама и бабушка ее любили без памяти. Как-то к дню рождения бабушка подготовила внучке подарок красивую красную шапочку. Девочке так понравилась обновка, что она всюду не ходила. Люди из деревни так прозвали ее «Красная шапочка». Однажды мама попросила дочку сходить к бабушке. «Сходи-ка, дочка, отнеси бабушке к дружке». Красная шапочка понесла к рожке бабушке. Навстречу ей вышел волк. «Куда ты направляешься, Красная шапочка?» «Я направляешься к бабушке». «А далеко живет твоя бабушка?» «Нет, недалеко». «И я проведу твою бабушку. Я пойду по этой тропинке, а ты ступай потом. Посмотрим, кто из нас первый придет». Сказал волк и побежал, чтобы было духу по самой короткой тропинке. А «Красная шапочка» пошла в ход. Волк подходит к дому бабушки и стучится в дверь. «Кто там?» Говорит бабушка маленьким, тоненьким голоском. «Это я, Красная шапочка. Я вот проеду пришла. Пирожков принесла», отвечает волк. Бабушка говорит. «Дерни за веревочку, дитя мое, переоткроется». Волк дернул на веревочку. Как только дверь отворилась, волк бросился на бабушку и целиком пробил тюрьму. Уж очень он был голоден. Три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь и стал дожидаться красному шапочку. Вот Красная шапочка подходит к дому бабушки. Стучится. «Кто там?» Говорит волк. «Это я, девушка ваша. Принесла вам пирожков и горшочек масла». Волк говорит. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется». Красная шапочка дергает за веревочку и заходит в дом. «Положи гостинцы на стол, а сама ложись ко мне. Уж очень я по тебе соскучилась». Красная шапочка легла рядом с бабушкой и спрашивает. «Бабушка, почему у вас такие большие руки?» «Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое». «Бабушка, почему у вас такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать, дитя мое». «Бабушка, почему у вас такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть, дитя мое». «Бабушка, почему у вас такие большие зубы? А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое!» Волк набрасывается на красную шамочку и чуть ли не съедает ее. К счастью, через дом бабушки проходил дровосек. Дровосек услышал взгон и забежал в домик. Схватил волка и уволок его в лес. Возвращается, дровосек, с бабушкой к домику. Распорил дроволку друха и ему пришел конец. А вот ваша бабушка была и невидима. Сказку представляю. Мама Василиса Середа. Бабушка. Романовская Милана. Красная шапочка. Комарова Ангелина. Охотник. Маслова Елизавета. Волк. Башкир Сбадарья. Сказку рассказывала Сотникова Маргарита. Спасибо за внимание.